Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. В России, и не только в России, 3 декабря отмечается как День инвалида. Мы как-то все говорим уже не первое десятилетие, что это абсолютно такие же люди, как все, и они должны иметь абсолютно такие же права, как и все. Право во всем. Право на работу, право на перемещение, право, не знаю, зайти в магазин. А кому-то и заехать. И, соответственно, сделать все, что там надо. Однако, по факту, жизнь инвалидов до сих пор крайне ограничена. Причем, чем дальше от Москвы, от крупных городов, тем хуже. Чем меньше город, тем чаще человек, который передвигается на коляске, неважно, может, мнение зрения и так далее, он фактически вынужден находиться большей частью времени в своей квартире, потому что дом, точнее, мир за пределом его дома, вот дверь открывает, он уже не приспособлен, начиная с лестницы и заканчивая, собственно говоря, всем нашим окружающим миром. Почему так происходит? Что надо все-таки сделать для того, чтобы инвалиды получили не на словах, а на деле абсолютно равные права и, самое главное, возможности, как и все остальные люди? И почему это, кстати говоря, не делалось, об этом мы сегодня поговорим с гостями нашей студии, хочу их представить. Это Ольга Анатольевна Данилова, директор Тверского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Добрый день. Добрый день. Это Андрей Увиков, председатель общественной организации инвалидов-колясочников «Кристалл». Андрей, добрый день. Здравствуйте. И Александр Борисович Трегуб, председатель областного отделения Всероссийского общества слепых. Добрый день, Александр Борисович. А вы можете звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы, либо просто высказывать ваше мнение. Вы не обязательно можете быть инвалидом, вы можете быть просто человеком, которому не все равно, как живут эти люди в нашем городе Тверь или вообще в нашей Тверской области. Напомним, что наш канал вещает не только на областной центр, но и по всему региону. Так что, если вы нас смотрите где-нибудь в Лихославле, в Весегонске, звоните, пожалуйста, и скажите, а как у вас там обстоят дела с правами, с возможностями для людей, которые в силу тех или иных фактов лишились полноценного здоровья. Ну что ж, господа, скажите, на ваш взгляд, в целом, что можете сказать о нашем регионе? Насколько он приспособен для людей, у которых не так все просто в жизни сложилось? Конечно, нужно. Я буду говорить о колясочниках. Конечно. Хотя, я думаю, не только. Не буду за... Ну, смотри, ты со всеми общаешься. Да, я со всеми общаюсь, да, но у нас Александр Борисович здесь есть. И Александр Борисович скажет, он до слова в карманы полезет. Да, постараюсь все-таки от сообщества колясочников говорить. Видно, что работа идет, и с каждым годом становится все лучше и лучше. Но сравнивать, да, говорят, надо сравнивать себя с самим собой со вчерашним, и только на основании этого делать выводы. Но ездим по другим городам России, мы не будем даже заглядывать в Европу, где уже давно. Да вот даже, да, это сразу станет нам всем грустно. Будем говорить о других городах нашей Родины. Другие города без пилотных проектов «Доступная среда» уже далеко ушли вперед. Без пилотных проектов? Без пилотных проектов. Без компанично доступных. Ну, у нас он сначала был пилотным, да, а потом стал федеральным, уже распространился на все регионы. Вот, то есть без тех предварительных вливаний, которые были в Тверской области. И там они ушли гораздо дальше вперед, в силу того, что есть волевое решение руководства региона, руководства городов. Вот как-то, может быть, за счет каких-то крупных федеральных мероприятий, типа парадельфийские игры, когда, да, например, вот я был в Ижевске, там, я не могу сказать, что все тротуары прям сделаны замечательно. Но они решили, что все перекрестки будут доступными. А вот расскажи, да, телезрители, не все понимают, о чем идет речь. Я-то как журналист понимаю, мы делали репортажи, но все-таки. Ну, например... А что такое доступный перекресток для инвалида? Как минимум, нужно суметь по этому перекрестку переместиться с одного тротуара на другую сторону улицы. У нас, например, возьмем площадь Капошвара, это центр города. Самая такая оживленая, кипящая площадь. Да. Вот попробовать перейти в любом месте там улицы невозможно. Там бордюр 20 сантиметров примерно высотой. И там меняли дорогу. Когда меняли дорогу, сказали, что это не входит в проект. Потому что тротуара, тротуар, дорога, дорога. Тротуары там в хорошем состоянии. То есть дождаться теперь, когда там поменяют бордюры, это нереально. Вот и получается, что если, например, на той же Желябово улице сделано все хорошо, и доезжая до, например, Капошара, мы уже не можем перейти дорогу. Надо просить помощи. Получается, что уперность, тупичок. То есть надо как-то объезжать. И по-настоящему доступная среда в этом месте и не получилось. То есть это и обнуляет какие-то усилия и на улице Желябова. Зря ехал. То же самое получается у нас и в тех учреждениях, и вокруг территорий, которые окружают эти учреждения. То есть по программе «Доступная среда» многие учреждения социальной защиты были оборудованы необходимым оборудованием пандусами, санитарно-гигиеническими комнатами, поручнями. То есть внутри учреждений все замечательно. Но доехать до этих учреждений по улицам города и по дворам нашим невозможно. Вот даже, например, взять наш центр, мы очень много говорим об этом, пишем, обращаемся везде. То есть в район вагонного завода, когда ты выходишь даже с того же самого доступного автобуса, если он есть, доехать до нашего центра на коляске человеку невозможно. Дойти плохо ходячему невозможно, потому что яма на яме. И во всех дворах, которые окружают наши учреждения, либо какие-то другие учреждения, ну не только, наверное, в городе, в нашем областной столице, но тем более в районных центрах, особое обратить внимание необходимо именно на придомовые территории. Я вас перебью, у меня мои коллеги просят обратить внимание на то, что у нас звонок в студию. Да, слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте. Я сейчас слушала выступающего, и он говорил о том, что нашим инвалидам сложно перейти дорогу. Это все правильно. Но я хотела бы обратить внимание, что по нашим тротуарам сложно ходить даже здоровым людям, не говоря уже про инвалидов или там мамам с колясками. Они настолько все разбиты, что по ним не то что ездить, ходить сложно. Вот еще, если бы привели в порядок тротуары, нашим инвалидам было бы намного проще ходить и передвигаться по ним. Ну, такая ремарка. Спасибо большое за звонок. Спасибо. Группа поддержки. Да, группа поддержки. Да, извините, я вас перебил. Нет, ну вот, собственно, об этом и есть наши мысли, о которых мы говорим все время и всегда. Прежде чем оборудовать, безусловно, учреждение, это тоже необходимо, потому что внутри учреждения, ну, у нас детское учреждение, детям перемещаться, помогают родители здоровые, как бы, здесь проблем нету. Ну, попасть в это учреждение очень сложно из-за неблагоустроенных дворовых территорий. Ну, вот, Ольга Анатольевна, вот Андрей как раз сказал, что новый тротуар, казалось бы, вот вы же все-таки в силу, я думаю, вашей должности общаетесь с чиновниками. А вы мне задавали вопрос, правда, но о чем они думали, когда утверждали проект вот этого тротуара на Капошвара? Ведь давно уже считается хорошим тоном, что там, где люди сходят, там, может быть, им нужно не как ступенькой, Понятно, для здорового человека хоть бы что, это ладно, хотя тоже мама с коляской, к примеру, если. Вот, а то, что давно, это логично, что там должен быть съезд, чтобы человек на коляске или мама с коляской могли бы заехать. Я думаю, что в проектах все это есть. Вот Александр Борисович, как зампредставитель координационного совета, да, в силу своей должности, очень тесно, очень тесно общается с чиновниками. Я вот выслушиваю вот эти все мнения, и я еще раз прихожу к тому постулату, который уже выведен за вот эти годы реализации программы доступной среды, не важно в какой области. То есть, главное, оно везде, это соблюдение тех принятых законов и нормативов на всех уровней. Те законы и нормативы, которые не устраивают общество, это касается не только программы доступной среды, а всего, они должны изменяться путем депутатов и так далее. Но все, что мы приняли, мы должны с вами соблюдать. И тогда будет намного больше поступательное движение. Самый простой пример, вот это тротуары, да, там реконструкции зданий, вот Андрей, я видел посты, как он смотрел новые дома. Но ведь в нормативной базе уже давно есть, что невозможно ничто не реконструировать, не строить без соблюдения правил доступности. Но это же строится, то есть мы сами с вами, принимая законы и нормально действующие, их не соблюдаем. Мы ищем всякие лазейки, чтобы уйти от соблюдения того или иного правила. Так вот, вся проблематика, я считаю, за эти годы, которые мы увидели уже, да, когда страна реализует программу доступная среда, когда страна подписала конвенцию о правах инвалидов, и мы пошли теми же путями, что и все общество за пределами страны. То есть разумное приспособление, помощь инвалиду чувствовать себя таким же членом общества, да. И все, что у нас происходит, это не соблюдение правил. Сан Борисович, о том, почему он не соблюдается, мы поговорим после рекламы, мы вынуждены соблюсти одно правило и уйти на рекламу. Дорогие телезрители, буквально три минуты, не переключаясь, мы говорим сегодня о том, что вроде как отмечаем День инвалидов, но до сих пор у нас в России должен быть год инвалидов, чтобы людям целый год было удобно и комфортно жить, но этого не происходит. Высказываю ваше мнение, 300-190, а пока реклама. Программа «Тема дня» снова в прямом эфире. Сегодня мы говорим об инвалидах, насколько доступны улицы наших городов, и не только улицы, здания для них, городов нашего региона. И, соответственно, все мы знаем, что на самом деле далеко не всегда доступны. Почему так происходит? Александр Борисович, извините, я вас прервал. То есть вы говорите, что нужна, что называется, власть употребить, попросту говоря, чиновникам. Да, я считаю, что именно путь, когда чиновники четко будут исполнять и контролировать те нормы и законы, которые приняты, это пойдет на пользу всему обществу. И не только в разряде именно инвалидов, но и других категорий людей. А что касаемо инвалидов, первое же решение о соблюдении даст намного больший результат, чем какие-то точечные вливания на те или иные объекты. Мы вливаем в объект, но инфраструктура вокруг объекта остается не сделанная. Мы делаем тротуар, но не делаем сиест с этого тротуара. Мы разными путями пытаемся обойти... Пандус бывает в здании, инвалид у него вроде прекрасно может заехать, а лифта-то нету в здании. И соответственно, что толку? И даже пандуса нет по самим лестнице внутренним. И соответственно, он даже не может на первый этаж нормально поделиться. Или есть подъемник, а лестница не приспособлена для этого подъемника. То есть здесь вот непродуманные решения. То есть именно соблюдение нашего законодательства. Плюс очень тесная должна быть работа с общественными организациями инвалидов на всех этапах. Когда разрабатывается проект. Потому что мы не раз сталкивались с тем, что проект разрабатывается с нарушениями. Его не согласуют с общественными организациями инвалидов. И даже не смотрят на предмет соответствия того раздела проекта, который касается доступности и именно законодательству несоответствия. После этого проект реализует тот, кто выиграл конкурс. И в конце, когда даже он нас приглашая, мы видим несоответствие. И этот человек говорит, но я же построил как в проекте. Я не отошел ни от одного пункта проекта. Ко мне какие претензии. К строительству на самом деле правда. Он построил как в проекте. Он обязан. Если он сделал не как в проекте. Тогда к нему. Да. А если он сделал как в проекте. А проект не был согласован. Проект не было учтено. И получается, что на всех уровнях. Вот прохождение от момента, когда мы принимаем решение о реконструкции чего-то. Это либо строительство нового. До момента ввода должно быть четкий контроль. И контролирующих органов. И общественных организаций. Постоянное согласование. Постоянный просмотр. Чтобы на всех этапах у нас действие это соответствовало тому нормативному законодательству. Которое есть. И сколько идет программа доступная среда в Тверской области. Постоянно проходит обучение руководителей. Да. Но когда члены общественного совета координационно приезжают на места в область. Проверяют объекты. То руководители абсолютно некомпетентны. То есть от них они не знают ни санклинов. Ну кто же теперь знает. Надо бороться именно за то, чтобы руководители, которые вступают в программу доступная среда. Также были компетентны во всех этих вопросах. Ну так соответственно это те, кто по идее принимает решение. Хорошо, вот ты вступаешь. Они же должны его как-то экзаменовать, наверное. Это уже следующий вопрос. Да, но это на самом деле все есть. Но здесь есть и более простые способы. Например, да, у нас есть и главный бюро МСЭМ на Чайковского. Главный бюро чего? Медико-социальная экспертиза, где разрабатывается индивидуальная программа реабилитации для инвалидов. И определяется группа инвалидности. Так вот, когда там получили помещение, бюро получил помещение, да, и нужно было создавать там доступную среду, да, к Александру Борисовичу обратились. Он помог, собственно говоря, как эксперт по доступной среде все там реализовать. Там действительно сложное здание, но там по максимуму было сделано все, чтобы было всем категориям инвалидов удобно. То есть можно обращаться к экспертам, если это необходимо, не нужно ничего выдумывать. Или брать документ нормативный, СП-59. Я поддерживаю Александра Борисовича в той части, что да, например, за один момент взять и сказать, давайте снесем все хрущевки и сделаем все вот, всем, чтобы все было доступно. Давайте вот весь транспорт у нас будет, все дороги, все. Это невозможно сделать. Хрущевку, на ваш взгляд, можно приспособить? Вот на ваш взгляд, Андрей, вот как колясочник? Для колясочника? Да, конечно. Есть у меня товарищ, Воронеж живет на пятом этаже в Хрущевке. Он себе поставил тельфер, крышу. Что? Тельфер, электротельфер, ну подъемник. Он себя цепляет крюками и на тельфере спускается с балкона вниз. Ну, я не думаю, что человек согласует. Это риск. Это риск, никто не согласовал. Для него, ну и для кто-то там внизу. Да, он сказал такую вещь. Согласовать это невозможно. Ну, согласуйте это теперь на демонтаж, собственно говоря, потому что как-то я должен на улицу выходить. А лестницы, лестницы, вот ничего нельзя сделать? Невозможно. Вообще? Невозможно. Откидные пандусы, это все равно получается очень крутой угол наклона. Еще, если это ребенок, это еще действует. Если это взрослый мужчина, например, да, там весит 70-80 или там более килограмм, ну невозможно его одному будет спустить. То есть все равно это нужна помощь будет. В Томске в этом году приняли программу на муниципальном уровне, что из муниципального бюджета будут доплачивать деньги на то, чтобы люди переезжали, продавали свои квартиры и переезжали в дома, которые доступны. То есть для колясочников, для других категорий инвалидов. А что, Андрей, извиняюсь, перебью сразу, априори селить колясочник выше, чем на первый этаж? Если дом доступный, почему нет? Если лиц, нормально, широкий. Ну, если не все дома могут работать, но тем не менее. Я к чему вообще всю эту такую большую тираду начал? Если бы закон соблюдался, то по логике вещей, просто старые объекты, они потихонечку бы заменялись новыми, и наш город, да и вообще вся сторона потихонечку стала доступна. Это долгий путь, но это действительно нужно соблюдать. И соблюдать надо уже сейчас, мы уже сейчас теряем объекты. Вот я ездил, например, в ЖК Новый Город. Ну, недоступны эти дома. Вообще. А там есть пандусы хотя бы формально? Формально есть, да. Формально есть, да. Вот такие швеллеры лежат, как в советское время, как сейчас. А, то есть они не такие бетонные, как, знаешь, такие тоже будут швеллеры? Нет, да. Ну, и вообще... Ну, расскажи, расскажи, чем недоступны. Да, всем недоступны. Угол не тот или что? Всем недоступны. То есть я туда не попал. Почему? Каким трудом ты столкнулся? Ну, вот под 30 градусов вот эти швеллеры. А еще и по 45, да? Да. Мы не рискнули, то есть это не соответствует. Потом, для многих доступная среда это только пандусы. То есть пандусы это все. И это доступная среда. Ни ширина проемов, ни разворотные площадки, пороги, там, да. Если мы берем другие категории инвалидности, там, да, есть и другие критерии, которые должны быть. Пандусы все вроде доступная среда. Причем, как он сделан, как он выполнен, тоже на это часто закрывается глаза. Правильно? Некомпетентность и равнодушие. Вот не будет равнодушия, будет личное отношение к этому, ко всему. Причем не только у колясочников и не только у чиновников, а у строителей, у жильцов. Вот сейчас нам женщина звонила, да, там, мамы с колясками, они едут. Ко мне знакомая, когда родила, она пришла, говорит, я сейчас до работы с коляской доехала. Как ты по городу перемещаешься? Люди начинают это тоже перенимать. Чем больше, кстати, колясочников будет и вообще инвалидов на улице появляться, тем больше люди будут думать о том, а как они живут в таком мире. А так-то многие думают их и нет почти. Чего родных, а там человек на город пандус. Роман, а может мы сегодня поговорим еще о каких-то положительных моментах? Да, вот только я хотел сказать. Потому что я не могу, ну, невозможно, чтобы вся программа была посвящена. Только я хотел сказать, что нужно бороться. Например, в этом году очень большое количество денег выделилось на благоустройство по программе безопасной дороги автомобильной. И когда начали делать по городу застройщики неправильно, я начал об этом, собственно говоря, сразу же семафорить. Администрация города меня в этом поддержала. Какая была реакция? Ну, они, депутаты городской думы, общественная палата, администрация города согласовали включение общественных организаций, представителей общественной палаты Тверской области в приемную комиссию, где на приемной комиссии были высказаны вот эти вот все моменты. И, например, в моем районе, где я ездил, у меня была возможность поездить, посмотреть. Ну, я точно могу сказать, что практически там, ну, на 95% сделано все так, как положено. Где удалось поездить, да. То есть, есть изменения, и я думаю, теперь и администрация города будет на это смотреть. То есть, есть пример, как можно сделать хорошо. Надо бороться, да. Я просто специально хотел спросить, да. Но есть же, с другой стороны, тоже, вот мы говорим, все, допустим, но есть же те же самые наши исторические здания, где, к примеру, музеи, где тоже что там можно сделать? Если там лестница такая, какая она есть, вы знаете, ее менять нельзя, потому что это историческое здание. То есть, изменить лестницу тоже реконструкция. А там только реставрация. Наш императорский дворец, правильно? Вот там лестница, все, кто был, знаете, она такая, какая она есть. Ее изменить нельзя. Там даже, я думаю, пандус не положено положить, в принципе, потому что это уже искажение облика. И лифт в дворце не сделать. Что делать такими объектами? Виртуальные экскурсии. Да, верт. Ну, я скажу так. Очень много сегодня вариантов. Дверь исторический город, вот что там можно сделать? Нет, тот же наш исторический какой-то объект. Можно всегда разумно приспособить. То есть, есть двигающиеся подъемники, да? То есть, можно использовать двигающийся подъемник на ту лестницу, которую невозможно изменить. Есть, бывает, говорят, крыльцо 15 века. К нему нельзя приделать пандус, но есть же переносной пандус. То есть, мы опять говорим о чем? То есть, на лестнице. Было бы желание создать доступность на этом объекте. Современные технологии позволяют эту доступность создать максимально комфортно для разных категорий. Потому что у нас бывает как? Инвалида ставит противопоставление. Вот мы тут все сломаем из-за этого инвалида, вот вы будете страдать. Нет, все, что делается, мы не раз это говорим, и все наши организации, все, что делается для инвалидов, делается для комфорта всех жителей. Универсальный дизайн это называется, да. И поэтому всегда было бы желание сделать доступным объект и услугу на этом объекте. А уже методы, технологии всегда можно подобрать. И под любой объект, и сделать его максимально доступным для разных категорий. Еще очень важно, что в Твери и в Тверской области очень много неравнодушных людей. Вот перед вами сидят Координационный совет по делам инвалидов в Тверской области. Там собраны представители всех общественных организаций, крупных общественных организаций. И каждый общественный совет проходит в очень бурных дискуссиях. И результаты работы его видны. Общественные организации... Это мало пока, вот Андрей говорит. Нет, но тем не менее, Александр Александрович сам является... Они видны, нам всегда будет мало. Конечно, что бы ни делали, вот что касается реабилитации, и адаптации детей инвалидов. Мы как раз сейчас про ваш центр поговорим. Я просто, Александр Борисович, я касаемо все-таки, завершая разговор, доступно и недоступно. Александр Борисович, а для людей, у которых со зрением проблем или вовсего нет, насколько Твери доступна? Потому что я лично вижу много где, вот везде эти надписи с шифром Брайля. И лично у меня, как у человека, у которого нормальное зрение, то есть у которого эта проблема, казалось бы, не касается, складываю впечатление, что сделано очень много. Или даже все. Что на самом деле сделано? Ну, во-первых, сказать, что все сделано, я бы не сказал даже и в Москве, и в Сочи. Даже там. Да. То есть сделано много. Вы правильно сказали, сделано много. И сделано много именно за последние годы, с 11-го года, когда у нас уже пошел пилотный проект, до этого делалось много в рамках взаимодействия межведомственного. И всегда есть то, к чему стремиться. Если слепой человек получает нормальную подготовку реабилитационную, опять же таки, мы возвращаемся к тому, что человек, когда слеп, ему надо помочь научиться жить в темноте. То есть это есть специальные реабилитационные центры, которые ему помогают адаптироваться в этом мире, в мире темноты. И если он прошел это обучение, он активный, он хочет познавать мир, то уже тогда мы говорим о том, как адаптировать те или иные объекты, для того, чтобы слепой мог свободно получать ту же услугу наравне с зрячим. А что нужно сделать, кроме табличек с шифром Брайля? Или только единственный способ? Очень много всего есть разных технологий. Мы с вами всегда заточены именно под шифр Брайля. Да, даже как под подсопад. Но если мы возьмем сегодня статистику по инвалидам, по зрению именно по России, то с каждым годом все меньше и меньше людей знает именно шрифт Брайля. Почему? Люди, благодаря сегодняшним технологиям, это устройство для чтения говорящих книг, планшеты, смартфоны и так далее, ослепнув в взрослом возрасте, понимают, что они могут обойтись без изучения шрифта Брайля. Он может наговорить на диктофон, он может говорящим планшетом пользоваться и пересылать сообщения. То есть, вот эта сегодняшняя технология развития общества, да, это один из таких примеров, да, как, я бы не сказал, что это отрицательное, оно изменило отношение к людей шрифту Брайля. То есть, если раньше... Он стал менее нужен. Да. Не потому что он плохой, а потому что технология. Да, появились другие технологии. Поэтому я говорю, не только шрифт Брайля. А что еще? Объект можно создать доступный благодаря сегодняшним новым технологиям. Это говорящие мнемосхемы. Если какой-то музей тот же самый. Да. Это 3D обыкновенные скульптуры, да. То есть, я понимаю, что какая-то скульптура, которая стоит очень дорого, она единственная в мире. Но рядом же можно сделать 3D копию. Чтобы пощупать. Человек мог пощупать. Что за Венеру Милоскова где-то, да? А сегодня прекрасно развивается тифлокомментирование. Это что? Это описание действия, что видит зрячий слепому. Это тифлокомментирование фильмов. Это закон уже. Те фильмы, которые создаются на деньги бюджета Госкимовного фонда, обязательно должны быть тифлокомментирование. Комментирование театра должен показывать с предоставлением этого тифлокомментирования. То есть, в музее у нас идут уже экскурсии с тифлокомментированием. Последний опыт, это уже тифлокомментирование спектаклей. В Кимрском драмтеатре, в Тверском драмтеатре идут спектакли для людей со ослабленным зрением или потерявшим зрение с тифлокомментированием. То есть, решать проблему можно комплексно. Опять же таки, было бы желание ее решать. И тогда мир становится намного доступнее, а главное, становится отношение людей теплее. А вот те же самые, возвращаясь к улицам, Андрей, с чего начал. Перекрестки у нас все в Твери, светофорами, которые доступны для людей? Большинство перекрестков у нас сделаны, оборудованы светофором со звуковым сигналом. То есть, это оборудовано. Конечно, бывает, они выходят из строя, нам звонят инвалиды, говорят, вчера переходил, не мог понять, не работает. То есть, мы тут же связываемся с теми учреждениями, которые занимаются их ремонтом, и это все восстанавливается. А проблемы, это тактильная плитка на тротуарах, которая показывает, что здесь дальше начинается перекресток. Вот те тротуары, которые Андрей говорил, я рад, что снизили бордюрный камень. Но никто не вспомнил, а тактильные плитки. И когда мы общаемся с руководителями общественных организаций, я всегда их прошу, говорю, когда вы выезжаете на какой-то объект, посмотрите в комплексе. Посмотрите на использование объекта и его доступности для разных категорий инвалидов. Не будьте только в плане своих интересов, будьте швили. И вот так это принесет очень большую пользу. Кстати, да, в тему этого вашего замечания. Когда я отправлял нормативный документ депутатам Тверской городской думы, потому что, например, Максим Жирков обещал, что ни один участок не будет принят, если не соответствует. Я сказал, я вам подчеркнул по колясочникам, а вы имеете в виду, что есть и другие категории инвалидов. И, кстати, сказал, есть у нас Александр Борисович Трегуб. Вот свяжитесь с ним. Он вам никогда не простит, если вы сейчас дали обещание и не выполните, не будет принято несоответствие с нормами СП-59 именно как раз для слабовидящих и тотально незрячих людей. Нюансы везде есть. Да, нюансы есть, однако сделали, как сделали. Потому что в проекте это изначально не было заложено, было заложено только занижение. Недоработки нам и мешают. Хотя переделывать гораздо дороже, чем сегодня я был на вокзале, там мы обсуждали дальнейшее развитие. Допустим, у нас уже в Тверской области на ЖД вокзале прекрасно уже так развивается служба сопровождения. То есть мы знаем, что наши инвалиды пользуются в Москве, комплексные службы сопровождения, это уже и ЖД вокзалы, и метро, и аэропорты, и так далее. То в Твери она начала тоже развиваться, то есть на ЖД вокзале. И я считаю, что здесь вот уже надо подключаться к власти, то есть продолжать вот это развитие, перекидывая его и расширяяя до автовокзалов, передвижения, да, на автобусах инвалидов, передвижения его по городам. Потому что развитие туризма предполагает и нормальную работу служб сопровождения, потому что одно дело вы группой едете, а часто люди едут самостоятельно. И этот туризм тоже надо учитывать. Это очень мобильные туристы, которые смотрят разные города. И правильно, когда мы развиваем туризм, обязательно одним из разделов необходимо смотреть и создавать доступность объектов и маршрутов попадания на этот объект. Андрей, сразу короткий вопрос. На вокзале нашем, вот тут всем известно, в тоннеле пандус, по которому люди поднимаются в здание старого вокзала и так далее. Там, помните, тоже слева вроде пандуса есть. Он насколько удобен для использования людьми на колясках? Ну, мы... Да, подъемники поставили, пять подъемников, в том числе и ваша передача помогала нам бороться. Мы больше трех лет боролись за эти подъемники. Понимаю, но теперь как в итоге? Мне интересно, что... Я пользовался этими подъемниками. Удобно, хорошо. Проблема в том, что они периодически ломаются. То есть бывает, что утром уезжаешь в Москву, на подъемники тебе помогли попасть на перрон, а возвращаешься, тебя уже несут на руках. Вот с чем связана такая работа их, причем это достаточно часто с ними происходит, они вроде бы новые подъемники, непонятно. Хорошо, что их несколько, в принципе, можно либо в одном тоннеле, либо в другом, но все равно как бы то, что они ломаются плохо. Но уже сам факт того, что нам удалось, чтобы победить эту проблему, уже хорошо. Ну что же, мы все как-то больше говорим о проблемах взрослых, инвалидов. Ольга Анатольевна, вы же возглавляете организацию для детей и подростков. Дорогие телезрители, нашему медиахолдингу, это совсем даже не чужая организация, потому что вице-президент медиахолдинга Сергей Николаевич Рогозин является членом попечительского совета, этого центра для реабилитации. И поэтому всегда оказываем информационную поддержку. И вот, Ольга Анатольевна, расскажите, пожалуйста, кто к вам попадает? Реабилитационному центру для детей и инвалидов в городе Твери уже 25 лет в апреле. И за это время свыше трех тысяч детей и подростков с ограниченными возможностями у нас получали услуги, реабилитировались. Сейчас стали уже взрослыми людьми, адаптированными в обществе, занявшими свою какую-то нишу в обществе. Таких очень много примеров. И у нас в исполнительных органах работают, и учителями, и врачами. И наш центр, конечно, безусловно, им помог. И их семьям в первую очередь. Центр даже скорее можно назвать не центр для детей и подростков, а центр для семей, воспитывающих детей и подростков с ограниченными возможностями. Потому что, безусловно, без родителей наши детишки не получат никакие услуги без помощи родителей. Специалисты молодцы. Их уровень тоже растет с каждым днем. Мы обучаемся уже в известных организациях Москвы, Петербурга и крупных городов. Получаем образование. И специалисты делают все для того, чтобы родители тоже овладели этими технологиями. Сейчас, на данный момент, ситуация с реабилитацией детей, инвалидов, особенно раннего возраста, последние несколько лет, с 2011 года, особое внимание уделяется программам ранней помощи, как и во всей стране, так и у нас. Мы берем с рождения сразу и ведем до 18 лет ребенка и семью. А если человек стал инвалидом, это тоже ранняя помощь. Но это ранняя помощь уже не по возрасту, а по срокам. Безусловно, по сроку оказания этой помощи тоже ранняя. Любые инвалиды, которые становятся инвалидами или рождаются инвалидами, получают у нас услуги. У нас огромный спектр услуг. Не хватит одной передачи, чтобы рассказать о том, что делает центр. Но самое главное, что семья не остается одна. Если 25 лет назад родители сами старались и сделали такой центр с помощью общественных организаций, то сейчас родителям стараться создать что-либо не нужно, нужно только одно. Чтобы они согласились, ну это, собственно, есть их и обязанность, помогать своему ребенку. Чтобы они пришли в учреждения и в другие учреждения, и чтобы все сделали для того, чтобы ребенок либо не стал инвалидом, если он с детства с ограниченными возможностями здоровья, либо его инвалидность была в более легкой форме. Но на этот центр и нацелен. И еще, конечно, мы работаем для того, чтобы в итоге, в 7-летнем возрасте, ребенок пошел в школу. В обычную. В обычную. Не обязательно в обычную. Не обязательно, но тем не менее, надо к этому стримить, да, как называется? У нас сейчас все школы обычные. У нас ни в одном названии нет слова коррекционные. У нас все тверские школы. То есть коррекционных больше нет? Коррекционные школы есть, но в названиях этого нет. Это обычная тверская школа номер 2, тверская школа номер 4. Там учатся дети с задержкой психоречивого развития, либо с умственной осталостью. Но это общая образовательная школа, где просто дети с другими образовательными потребностями. И наша задача реабилитационного центра, чтобы в 7-летнем, в 8-летнем возрасте ребенок ушел в образовательное учреждение. Если даже он не ушел физически в образовательное учреждение, он находится в нашем центре, и, безусловно, к нему приходят педагоги. Либо домой, либо к нам. Но ребенок учится. Все знают, это уже не новость какая-то, что в нашей России нет необучаемых детей. И поэтому любой ребенок имеет право на образование, каком бы состоянии он ни был. Лежачий, сидячий, ползающий, но он должен учиться, и он обязательно чему-то научится. Но это ответственность родителей. Потому что через какое-то количество лет родители устают, опускают руки и не хотят. Нет, раз вы взяли на себя эту обязанность воспитывать такого ребенка, перед вами стоял выбор. Вы этого ребенка взяли, и с помощью государства, а государство сейчас очень хорошо помогает этим семьям в реабилитации, нужно обязательно сделать все возможное. Надо ругать себя не за то, что ты делал, но не получилось, а за то, что ты не делал. А если ты сделал, вот все возможное, что можно сделать, если ты сделал и не получилось, но здесь уже как бы судьба. Нужно обязательно стараться всю свою жизнь отдать этому ребенку. Это сложный выбор, но если ты на это идешь, ты, это твой ребенок. В общем, он может быть выбор, я не понимаю. Выбор может быть разный. Разный может быть выбор, и доказательство тому. Это наш Кашаровский дом-интернат, который есть в Вышневолочке, где находятся свыше 100 детей, у которых нет родителей. Ну, они есть физически, да, но ребята находятся в детском доме. Поэтому выбор есть. Но в основном сейчас, конечно, родители таких детей воспитывают, отдают им всю свою жизнь. И отрадно, что в этих семьях остаются отцы, потому что на моей памяти 25-летней давности 90% семьи, это были семьи неполные. Сейчас совсем другая картина. Он не бросал, он не поделал отец именно бросал. Ну, он не то, что бросал, он просто не справлялся со своими обязанностями, и семья разрушалась, да. Может быть, он и не бросал, но все равно того внимания, которое должен оказать отец ребенку-инвалиду особенно, он не оказывал. Сейчас совсем другая история. Сейчас отцы с удовольствием слова не подходят, да. Но они с большой ответственностью, с энтузиазмом, с ответственностью, относятся к лечению своих детей. А за счет чего? Вот за эти, что произошло, получается, в головах людей за вот эти четверть веки? Благодаря чему? В вашей разъяснительной работе? Или как? Может быть, то, что мы все-таки смотрим на Европу, где принято гуманное отношение, что инвалиды это не люди, 2-го 40-го нужно выбросить на обочину, а такие же? Информационная поддержка в стране. За счет чего, в первую очередь? Информации очень много появилось. Появилось много ярких, положительных примеров жизни таких семей. Мы все это видим. С помощью доступной среды, о которой мы сегодня так много говорим, люди, дети выходят на улицу. С помощью тех мероприятий, которые организуют им неравнодушные люди, мы видим этих инвалидов бесконечно. Особенно сейчас дети с ранним детским аутизмом, синдромом, который очень много, в большом количестве появляется сейчас в нашей стране. И во всем мире... Это тема отдельного дискуссионного стала. Это отдельная тема, отдельная дискуссия. Вот, ранний детский аутизм. Мы просто сейчас скажем, что их много. И если нужно, мы потом отдельно соберемся на много. Со специалистами и поговорим. В последнем данном, каждый 68-й ребенок, рождающийся в России, аутизм. Вот, поэтому... И эта тенденция продолжается. Поэтому мы сейчас приглашаем других специалистов, чтобы на эту тему разговаривать. Врачей, психологов и так далее. Просто я вам скажу сейчас. Каждый третий ребенок, приходящий на консилиум центр, ребенок с расстройностью аутистического спектра. И сейчас об этом заболевании тоже нужно везде говорить. ДЦП стало меньше. Почему-то... Опять-таки, это уже непонятно почему. Ну, может быть, с профессионализмом врачей. Потому что детский церебральный паралич, это в основном ошибки врачей. Это неправильные роды, не выявлены какие-то заболевания до этого. И так далее. Сейчас ДЦПшников стало меньше. Стало больше людей с расстройством аутистического спектра. Ну, это явление... Ну, вот так сложилось сейчас. И нужно как раз больше работать над этим направлением. Помощи реабилитации семей. В целом скажу. Во-первых, первое. Что реабилитация семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья детей-инвалидов в Твери на высоком уровне проходит. Дальше. У нас есть реабилитационный центр в городе. У нас есть 9 реабилитационных центров в регионе. То есть каждая семья, даже если у нее нет реабилитационного центра, она может обратиться в недалеком районе, который находится от нее, за помощью. Это первое. Что помощь есть в социальной защите. Большая помощь есть в образовании. У нас много коррекционных школ. У нас единственная только проблема, может быть, недостаточно в области школы для слепых и слабовидящих детей. У нас там другая немножко проблема в плане того, что школа очень небольшая, у нее нет возможности интернатного образования. То есть нет возможности стационарных технологий, да? То есть могут только жить дома, а приходить учиться в эту школу. Там есть дистанционное образование. То есть тоже находятся всегда те технологии, которые позволяют минимизировать те проблемы, которые есть. У нас есть школа для глухих и слабослышащих детей, для опорников, для класса открытой. Открываются классы, ну не в должном количестве, но есть для аутистов классы. Поэтому образование тоже нацелено на этих детей. У нас социокультурная реабилитация очень хорошо развита. У нас сейчас завтра состоится галоконцерт, интегрированное в фестивале «Путь к успеху», которое уже девятый год проходит в регионе, на следующий год юбилейный. И у нас дети показывают такие результаты своего творчества. Это слепые музыканты и слабослышащие и глухие дети. Замечательный ансамбль «Калибри», который завоевывает призовые места и становится лауреатом на самом высочайшем уровне. Это у нас ансамбль танцоров на колясках детей, которые завоевали в Москве призовое место. Второе место стали лауреатами инклюзивного танцевального конкурса. И так далее. Умственно отсталые дети танцуют, поют, показывают свои успехи. У нас очень хорошо развита спортивная жизнь в регионе. И среди опорников проходят мероприятия, и среди слабовидящих слепых детей у нас очень много призеров, всевозможных спортивных мероприятий. Эта жизнь течет. То есть она тоже на высоком уровне. Что касается мам. Мамы активизировались. И сейчас у нас в городе Твери создан ряд общественных объединений, которые собраны в общественный совет родителей детей и инвалидов при Министерстве социальной защиты Тверской области. Это организации «Дети-ангелы», открытие для родителей детей и аутистов, мозаика для детей с синдромом Дауна, родители с кахлеарными имплантами. Каждая организация пытается что-то сделать для своих детей. «Дети-ангелы» выиграли второй год президентский грант по реабилитации и создали семейный центр для детей с детским церебральным пролечом. То есть огромный позитивный шаг вперед дает нам возможность говорить о том, что очень много неравнодушных людей участвует в жизни таких семей. И если семья такая появляется, общественные организации стараются взять ее под свою опеку и говорят о том, что вы никогда не будете одни. Что касается детей, большая проблема для молодых людей после 18 лет. Вот здесь уже совсем другой разговор. И тоже сегодня не хватит нам времени, чтобы поговорить об этом. Каждое ведомство, безусловно, отчитывается о том, что проходит клубная работа. Есть у нас общественные организации в большом количестве, опорники, Всероссийское общество инвалидов, молодожное отделение какое-то существует. Но все же в основном после 18 лет государственная поддержка в плане реабилитации резко заканчивается, потому что центр до 18 лет. А с 18 лет подобных организаций, как реабилитационные центры, не создано. Образовательные учреждения есть. Для опорников один лицей, который сейчас стал колледжем сервиса и туризма, там брали ребят на обучение цифровым технологиям, по-моему, работники почтовой связи. Дизайн. Там много операторов. Это для сохранных людей, для опорников, но для умственно полноценных людей. С ментальными нарушениями тоже. Но это недостаточно, безусловно. То есть люди эти в основном находятся дома, посещают какие-то культурные мероприятия, спортивные мероприятия в силу своих возможностей. Но системы реабилитации людей, как детских реабилитаций, такой нет, к сожалению. Но это проблема всей страны. Это не только проблема нашего региона. Какой бы мы регион ни взяли, после 18 лет, к сожалению, такая история. Российское общество слепых, допустим, сохранило всю систему реабилитации с советского времени. У нас идет сквозная реабилитация взрослого населения. То есть у нас есть реабилитационные центры, которые занимаются элементарной в стране. В стране. Не в регионе, а в стране. Не в регионе, а в стране. Но к ним приписаны разные регионы. То есть мы сделали оптимальную модель. И регионы, чтобы в каждом регионе не тиражировать, а просчитав потребности, мы сделали такие центры, которые обслуживают сразу десятки регионов. И вот ближайший к нам центр, это центр Волоколамска. Куда отправляем мы по желанию инвалида, чтобы он прошел курс элементарной реабилитации. Он просто научился жить после травмы, после потери зрения в том обществе, в той темноте, которая у него наступила. Также мы проводим в этом же Волоколамске, там после элементарной реабилитации, есть специальные программы, которые позволяют инвалиду освоить ту или иную профессию, чтобы он мог попробовать заниматься чем-то дома и зарабатывать на этом деньги. Причем не только в Волоколамске, но еще есть несколько центров, где учат массажу. И инвалиды слепые, мы знаем, неплохо учатся массажу. И потом они могут работать и в учреждениях здравоохранения, и просто как массажисты на дому, и в других учреждениях, где необходимы массажисты. Также есть обучение инвалидов разным профессиям, там его заплетение, макромы и так далее, и тому подобное. Даже недавно ввели пчеловодство. Оказывается, на Северном Кавказе очень большим спросом пользуются для слепых научиться разводить пчел, получать мед и продавать его. И вот эта технология, которая всегда у нас была, вот эти реабилитационные центры, мы ее сохранили. Спасибо правительству Российской Федерации, которая выделяет средства на поддержание вот этих реабилитационных центров. Мы считаем, что вот эти центры позволяют инвалиду и получить и как элементарную реабилитацию научиться жить. И в то же время потом получить специальность, которая ему пригодится в жизни. Замечательно, да, что у слепых такое есть. Но, к сожалению, наша реабилитация вся до 18 лет не имеет никакой цены, если после 18 лет... Да, человек выбрасывает как в безвознужное пространство. Конечно, поэтому мы стремимся к тому, что... Я хотел бы еще по этому поводу сказать. Да, действительно, когда ты как-то преодолеваешь трудности, начинаешь работать, ты совсем по-другому начинаешь относиться к себе и к окружающим. И когда инвалид начинает работать, это здорово. Это самое... Он не бросает весла. Да, это такая реабилитация... Да, это такая реабилитация... Любой человек, трудом. Он становится нормальным человеком обратно, потому что он работает, а не просто существует, кто живет. Но поскольку сегодня 3 декабря, и на правах человека, день которого отмечается, я могу сказать, что в этом направлении у государства большие промашки. Потому что, например, если возьмем колясочника, за колясочником, ну, действительно, ему нужно помогать жить. Ну, такая степень самостоятельности, прям 100%, но очень сложно ее достичь. Некоторые достигают, но это очень сложно. И, соответственно, там, это супруга, мама, там, братцы, эстрак, кто-то вынужден бросать работу и помогать существовать. И если человек в этих условиях все-таки находит в себе силы, там, получить профессию какую-то, начать работать, например, дома, это не отменяет того, что ему нужно помогать в быту. Но законодательство Российской Федерации таким образом сделано, что компенсационные выплаты по уходу за инвалидом сразу же человек теряет, если он начинает работать. А инвалид, начинающий работать, теряет индексацию пенсии. А в этом году, в следующем, начинается у нас поддержка социального предпринимательства, где большая часть статей идет в поддержку того, чтобы людей с инвалидностью не трудоустраивали. А как люди будут идти на это, если они теряют? Теряют ваше количество денег. Сейчас на работе есть, завтра нет. А эти выплаты, пусть и небольшие, но люди теряют. Поэтому здесь, конечно, важно. То же самое касается и мам детей инвалидов. С этого года они получают прибавку по уходу. Десять тысяч, да? Ну, если только мама активная, и она успевает работать еще, то если десять тысяч, она теряет. Но мама и так старается. Она может где угодно работать. Она умеет это делать. И ухаживать, и работать. Зачем от нее эти денежки? Ну что ж, это была программа «Тема дня». Сегодня мы говорили об инвалидах, о каких их проблемах. Дорогие чиновники наши и депутаты, может быть, вы нас услышали? Все-таки подкорректируйте законы, пожалуйста. Просто очень часто мы, журналисты, от вас слышим такие одергания. Вот вы знаете, дорогие чиновники, депутаты, когда не надо, вы очень перестраховываетесь. Вы очень такие, очень бережливые. Не надо их называть инвалидами. Вы их оскорбите. Это люди с ограниченными возможностями. Вы слышали прекрасно, что люди называют инвалидами друг друга. Они не считают, что это оскорбление. Для них оскорбление, это когда пандус не сделали. Либо как вот бордюр, понимаете, сделали, а съехать по нему нельзя, а вы его принимали. Поэтому, если вы хотите действительно позаботиться об инвалидах, вы, пожалуйста, когда принимаете законы, учтите их интересы. Когда принимаете проект дома, посмотрите, чтобы инвалиды могут проехать в этот подъезд. И когда принимаете проект, и, соответственно, потом уже принимаете сделанную работу по тротуару, посмотрите, пожалуйста, у вас бордюра инвалид мог съехать. Тогда и жизнь у него станет лучше без всяких дурацких смен вывесок в виде лицов с ограниченной возможностью. Спасибо большое. Это была программа «Тема дня». Спасибо большое. Хорошего.